байки и скрепы и начнем со скрепной буквы и не так давно все высшие учебные заведения назывались институты и носили привычные аббревиатуры в духе не и шт на эти не гаек не и гаек правда еще называли не гаек и болтов ну то есть они все были институты на советский лад не в смысле институтов благородных девиц но смысле институтов которые готовили специалистов самого разного рода пет нет нархоз сельхоз это тоже были их сокращенные наименование привычные слуху затем в 90-е годы институты переименовались в академии академиями быть как-то зазорно и они со временем все стали превращаться в университеты хотя до этого университет в любом городе мог быть только один по самой своей сути да университет то есть охватывающий все его просто всегда называли универ без всяких там сокращений особых без аббревиатур вот очередь дошла и до института который готовил красных директоров и назывался нархоз привычный нархоз в новосибирске получил неудобоваримую аббревиатуру новосибирская государственная академия экономики и управления ну то есть такую аббревиатуру после нархоза выговорить совершенно невозможно все по привычке его называли нархоз тем не менее когда настало время этому нархозу этой академии превратиться в университет вопрос о его аббревиатуре обрел настолько животрепещущие звучание что потребовалось целое собрание коллектива то есть при профессорского преподавательского состава с тем чтобы это название выработать ректорат приготовил свои предложения и вот в большом актовом зале средней школы а второй корпус нархоза в те давние нулевые года это была бывшая школа ну до начала девяностых это школа была пока эту школу не превратили значит в один из корпусов этого самого нархоза но видно школьников было мало а студента все больше и вот в большом актовом зале этой самой школы собрался профессорская педагогический состав и ректор гусев выступая на сцене стал объяснять этому 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 составу что делать с названием новосибирская государственная академия экономики управления превращается новосибирский государственный университет экономики управления и в связи с этим вот эту неудобоваримую аббревиатуру нга-э-ю нужно превратить в не менее но столь же неудобоваримую аббревиатуру нгу-э-ю звучит как будто значит какие-то там индийцы в джунглях забывают и вот-вот значит посыпется град стрелы и вся экспедиция может накрыться медным тазом в связи с чем ректор стал объяснять трудовому коллективу что самое простое все-таки поменять букву а на букву у коллектив где-то тайно по своим кафедрам по своим закоулкам по своим закуточкам по своим точкам и заточкам обсуждал что зачем же вообще так усложнять жизнь когда можно просто назваться новосибирский государственный экономический университет нга-э-у ректор знал про эту версию и поэтому первым же делом он сказал мы не можем называться экономическим университетом потому что тогда аббревиатура будет нгу а нгу у нас уже есть в академгородке если кто не знает у него один из факультетов тоже готовит экономистов и никак не пойдет там нгу и тут нгу завкафедрой бухгалтерского учета пыталась с места ему возразить что там нгу а тут нге-у ударение нге-у будет но он ее не слышал и в общем-то продолжала своем значит будем называться мы поскольку основное кого мы готовим это менеджеры и экономисты так и будем называться управления экономики и управления университет ну невозможно университет в конец поставить да будет университет экономики и управления поскольку он в новосибирске и государственной значит новосибирский государственный университет ну вот уже у вас и получается нгу возражали ему с мест нет у нас будет нгу эу ну а как же буква и какая-то получается ерундовина сказали ему представители факультета менеджмента потому что у нас получается экономики управления что за экономика управления это вообще бред какой-то собачий нет сказал ректор гусев эту букву и можно из аббревиатуры выбросить совсем будет просто нгу эу и все и никакой буквы и не нужно зато коротко и понятно нгу эу и никакой нгу эу это не надо вот это все вообще понимаете не надо это все без буквы и но тогда же это экономика управления нет никакой экономики управления просто буква и будет подразумеваться что это экономики и управления я говорил с носителями языка сказал ректор гусев и они мне сказали что буква и в аббревиатуре совершенно не обязательно к написанию но будет она подразумеваться эта буква и нгу эу ну как то тоже неблагозвучно нгу эу и опять же нгу вот это вот когда у нас уже один нгу есть в городе зачем нам еще один нгу давайте будем уже называться нгеу нгеу не проходит потому что в аббревиатуре получается нгу а нгу уже есть ректор гусев никак не мог пойти на этот вариант с этим нгу или нгеу ну в общем все не то а вот экономики и управления эу это где-то должно быть просто мы должны проголосовать за то что эту букву и мы сейчас исключим из аббревиатуры и у нас получится вполне большое крупное название без всяких мелких буковок и нгу эу что и значит университет экономики и управления а где же буква и спрашивают его у вас получается университет экономики и управления а это нонсенс такого не бывает что такое экономика управления нет не экономика управления говорит ректор гусев уже в десятый раз трудовому коллективу состоящему из профессоров доцентов и прочих там остепененных деятелей экономической и управленческой науки эта буква и совсем не нужна только лишь в аббревиатуре но она сама собой подразумевается что это экономика и управление давайте уже голосовать чтобы эту букву и наконец-то убрать куда ее убрать вот по местам по всему залу идет этот шепоток люди пытаются понять куда же девается буква и чтобы не получилась экономика управления экономики и управления тогда она значит и в названии и опять вот это нгу эю это совершенно ну ну вот это совершенно никуда не годится ректор гусев поставил вопрос на голосование голосуйте уже либо нгу эю либо нгу эю что-то одно из двух значит я за первый вариант говорит ректор давайте просто методом подсчета рук кто за он поднимает свою руку смес тоже тянутся руки кто против буквы и говорит он поднимается еще несколько десятков рук и он говорит ну знаете вот явно очевидно меньше вообще-то против а против так это это наоборот значит за то чтобы эта буква и была что ли или как так за что мы вообще голосуем недоумевает коллектив он говорит один вариант с буквой и другой без буквы и давайте уже голосовать за какой-то ну за какой мы будем голосовать так давайте голосовать за вариант без буквы и опять говорит ректор гусев опять поднимает свою руку опять коллектив тянет руки вверх а теперь кто за вариант с буквой и с буквой и конечно и тут тянется такой же лист рук которые голосовали только что из за вариант без буквы и ректор гусев говорит нет вы не понимаете Вариант без буквы И не подразумевает, что буква И исчезнет совсем. Она останется, она будет подразумеваться, просто ее не будет в аббревиатуре. Будет писаться большими буквами Н, Г, У, Э, У. Вот и все. Давайте, давайте проголосуем без буквы И, я вас прошу. Хорошо. Проголосовали. Спешите в протокол, что без буквы И. Тут поднимается заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита, уже убеленная сединами женщина, которая пережила и Советский Союз, и лихие 90-е, и вот в нулевые годы, ее теперь лишают буквы И. И она говорит, я так и не поняла, как наша контора теперь будет называться. Ну, контора-то, контора, конечно, контор-то было много, но все-таки по отношению к университету как-то. И вот ректор объясняет ей, что как-то, говорит, вам надо более уважительно относиться к названию своего вуза. Так я не поняла, как мы теперь называемся-то. НГУ или НГА, ЭУ, ЭИУ, как мы вообще называемся? Мы называемся Новосибирский государственный университет экономики и управления без всякой буквы И. То есть вот так и называемся, без всякой буквы И это что? Это ничего, это просто будет писаться НГУ, ЭУ. А что за получается такая экономика управления? Да нет никакой экономики управления, снова повторяет ректор Гусев. Экономики и управления, просто буква И, она выпадает в аббревиатуре. Я говорил с носителем языка, они мне объяснили, что не надо туда вписывать, туда это куда? Туда это в аббревиатуру, вписывать букву эту И. Но у нас же она вписана в аббревиатуру. Вписана, но это пока мы были академией, а теперь мы университет. И эту букву И мы можем исключить. Но как же, если мы ее исключим? Тогда у нас получается экономика управления, а это нонсенс. Бог с ним с нонсенсом, никакой экономики управления нет. Нет, вы это сами прекрасно знаете, и у нас университет экономики И управления. Так где же буква И? В аббревиатуре ее нет, но она есть. Где она есть? Но она есть. Заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита так и не поняла, надо ли ей теперь название ее кафедры подразумевать букву И и называться кафедра бухгучета и аудита? Или кафедра бухгучета и аудита? Ну да бог с ним. Так и осталось. НГУ? А что, могло быть ведь и хуже. Мог быть ведь какой-нибудь НГАФТ, превращенный в НГУФТ. Нет, тут, по-моему, НГАФТ-то как раз НГАФТом-то и остался. Академия ААА, Академия Инженера Фудного Транспорта. Но там у них тоже, наверное, проблема с буквой И, впрочем, это уже их проблемы. Все равно сельхоз остался сельхозом, нархоз нархозом, педом, мед-медом. Как там ни крути с их аббревиатурами, с их этими буковками. И институты эти остались институтами. И, несмотря ни на какой баллонский процесс, от своих корней институтских далеко не ушли. Хотя вопрос в качестве специалистов, которые были во времена, когда все эти университеты носили названия еще институтов, а не академии и университетов специалистов узкого профиля, этот вопрос остается открытым. Академия Инженера Фудного Транспорта